Что делать, если вы постоянно 24 на 7 находитесь друг с другом вместе? А именно касается-то супружеских пар, которые обычно ходят на работу, как-то расслабляются друг от друга. Одна комната, допустим, дальше нет возможности разойтись. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Андрей Шрайнер сегодня у нас в гостях. Бизнесмен, эксперт в области отношений. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Ну что, Андрей, расскажите, пожалуйста. Есть ли жизнь в четырех стенах? Есть, конечно, как без нее. Без вариантов. Да, вообще, почему начинаются ссоры? Вот как только почему-то люди оказываются в ограниченном пространстве на долгое время, почему, откуда они возникают? Люди разные, понятно, да. И каждый распитывался в своей семье, и каждый брал свои модели. У семьи модели, соответственно, у рода. И вот каждый человек приходит в отношения, каждый со своими моделями, пониманиями, стратегиями. И представьте, допустим, кто-то в детстве переболел от открытого балкона, да, и переболел тяжело. И у него прям нейронная связь такая, да. Когда продувать, ну, в смысле, вот, когда продувать сквозняк, да, это плохо. А, допустим, у женщины нет такого. И вот они вдвоем на одного ребенка смотрят, этот открывает, этот закрывает. Разные стратегии, разные боли относительно одного и того же там события, да, и конфликт. Вот, собственно, оттуда. Разные стратегии и разные, соответственно, боли. Что тогда делать вот в этих условиях? Это, в принципе, вопрос отношений, как бы, ну, он всегда стоит, да, да. Вот тут он еще ухудшился, усложнился, скажем так, да, вот внешними условиями. Очень хороший вопрос. Собственно, мы с супругой очень много проводили вместе времени. То есть для нас сейчас карантин не страшен. Мы последние, там, семь лет были вместе. Просто потому что мы были травмированы, сильно зависимы друг от друга, там. Ну, психологически, да, и пока выясняли вот это. И мы поняли, что это очень хороший способ познать себя. То есть твой партнер тебе очень хорошо отражает все твои болячки. И ты можешь их прекрасно увидеть с партнером. Конечно, есть вариант сбежать, да, когда карантина нет. Ты можешь спокойно взять, встать и выйти, да. Тебе больно стало, ты выходишь. Но здесь вариантов нет. Это прекрасный повод увидеть себя настоящего. Это не партнер такой, это ты такой. Это про тебя все. То есть партнер – это зеркало. Да, и меня радует, что очень много в последнее время информации, что люди все-таки понимать начинают, что действительно ответственность лежит на тебе. Ты ответственен за все, что происходит в твоей жизни. И партнер тебе просто отражает все твои истории, тебя, твоей семьи, да, моделей твоей, которые у тебя в голове. Он тебе просто показывает, смотри, как, знаете, войти в… с раной в черное море. Открытая рана в черное море. Больно же? Больно. Почему? Не море же виновата. Ну, или там ответственно. Да ты, у тебя рана, залечи рано. Конечно, ты как… сейчас у нас будут такие ситуации, как ты как весь израненный будешь, да, тебе будет постоянно больно, да. Ты очень много вместе, если проводишь, то все всплывает. Но это лучше использовать как повод исцелиться. Увидеть и сказать, да, много всего, но я хочу отношений, да, это одно из самых важных в жизни, партнерство и там отношения, да, любовь. Я хочу исцелиться. Ну, назовем это так, да. Ну, вот тут вопрос сразу уточняющий, как понять вот этот путь исцеления? Потому что это же может быть такое вот, ну, то есть зеркало, да, я вижу там в этом зеркале себя, и я вроде как бы, может быть, исцеляюсь, но на самом деле загоняю внутрь себя вот это недовольство, может быть, там, в данном случае, там, с собой, через партнера. Это загоняю, это загоняю, это загоняю, потом в итоге она там накопится, и ты, динься, тебя разорвет на тысячу кусочков. То есть как бы вот где… Или ты партнера начинаешь менять. Да, ну или там ненавидеть его начинаешь, хотя думаешь, что ты пытаешься излечиться, да. Но вот как бы вот где этот путь самоисцеления, как его увидеть? Ну, во-первых, если ты, допустим, не знаешь английского, да, сам ты английскому не научишься, вот просто так. Ты можешь, конечно, открыть книжку, там, пытаться что-то, да, но если у тебя есть, там, человек, который уже прошел этот путь, сейчас куча онлайн-марафонов, всяких разных, да, марафонов по поводу того, как можно это все увидеть. Но как ты можешь, находясь вот в квартире, вот здесь сейчас, да, у тебя произошло, как ты можешь быстро что-то сделать? Одна простая вещь, фокус. Ты куда ведешь, ты куда идешь вообще в отношениях? Ты идешь в разрушение или ты идешь в, ну, я назову нашу цель с женой, да, это чудо отношения, честные, уважительные, доверительные, открытые, чудо. Куда ты идешь? И вот то, что ты сейчас сделаешь или то, что ты уже делаешь сейчас, куда это тебя ведет? И это очень хороший повод. Тогда ты можешь уйти, там, в ванну выйти, да, и понять, так, это меня сейчас ведет в деградацию, в разрушение, я разрушаю отношения. Тогда подыши, там много, да, разных способов, что сделать. Подышать, выйти на балкон, в туалете просить, в ванну горячую принять. Но это осознанность называется. Ты, конечно, можешь сдаться вот этой энергии своей, типа, и выплеснуть все, да, и негатив. И я так делал, я делал так, выплескивал, тяжело, семье, тяжело, жене приходится. И куда это ведет? Кошмар. Осознанный человек, он видит, что он творит, и он не винит себя за то, что произошло, а он в следующий раз он сделает меч, это как мышца. Ее надо качать, да, то есть ты качаешь мышцу, у тебя нет привычки останавливать себя. Ты начинаешь потихонечку, из одного, из десяти раз, один раз, один раз остановил, и похвалил себя, я молодец. И потом два, три, четыре раза. И очень быстро, очень быстро научишься, тем более в таких условиях же. Так, ну вы говорите важные вещи, я попрошу еще продублировать, как бы, так сказать, звукою канал, возможно, если у нас есть какие-то технические моменты. Про вот тоже продолжать... Просто держите у себя. Да, просто продолжая тему, нужно ли, вот, ну, понятное дело, мы идем там, излечиваемся, идем к каким-то там хорошим отношениям, но, тем не менее, вот, почему причина возникает, причина, почему возникает проблема, это еще вот, ну, у каждого должна быть там личная территория. Все-таки необходимо, не знаю, там, на час, условно, там, в день пытаться как-то уединиться, там, найти уголок себе, и чтобы там, не знаю, там, ленты огородить, и сказать, вот это моя территория, там, час не подходите ко мне, я там, не знаю, читаю книжку, смотрю кино, все, и это только мое личное время. В этом смысле, то есть, вот это необходимо делать прямо, вот, необходимо или нет? Ну, то есть, я не могу сказать, что необходимо, каждая пара по-своему. Значит, что необходимо в нашей семье, допустим, я могу сказать, да, и по опыту других семей, конечно, необходимо. Конечно, должно быть личное пространство, где ты, да даже в телефон идти в тот же, да, пускай ты час отдохнул, полистал ты эту ленту, да, да, там, в последнее время мы виним себя за это, что мы такие, там, ничего страшного, но если тебе это нравится, это про тебя, ну, полистай, отдохни, уйди туда, в этот мир, да, немножко выскочи отсюда, потому что сейчас проверка реально отношений, проверка на крепость отношений, и действительно, если отношения крепкие, то они пройдут, и исцелятся. Поэтому нужно пространство, нужно уединяться, нужно общаться, да, тут же с друзьями нужно пообщаться, по скайпу, уйти на балкон по скайпу пообщаться. Ну, то есть говорят, да, что должен быть какой-то жесткий график, у вас не нужно сильно расслабляться, то есть не думать, что это выходной день, а вот как вы работали там, условно, в 8 утра уходили на работу, так и придерживаться этого, и плюс в это добавить все-таки жесткий график, там, личное время, личное пространство, чтобы оно было каждый день. Ну, да, я за это. Ну, хотя, знаете, вот насчет того, что жесткого графика, да, может быть, и нет, может быть, и расслабиться. Ну, то есть я говорю, у каждого свое, да? Каждому свое, да. А вот как вы считаете, разводов будет больше после этого карантина, ну, вот ваше мнение, или все-таки сохранятся семьи? Я надеюсь, что разводы будут, но я надеюсь, что разводы будут потому, что этот карантин наконец-то покажет человеку, что все умерло, и действительно проще развестись. Их будет, скорее всего, немного, конечно. Но иногда, как бы тяжело это не было, проще сейчас отрезать, заживить рану до обоих, пойти в разные стороны, чем ты через 25 лет поймешь, что ты ошибся вот 25 лет назад. Но понятно, что это, ну, крайняя мера. Я всегда выступаю за то, чтобы сохранить, хотя я сам, у меня сам второй брак, и я всегда выступаю за то, чтобы сохранить. Но если вы говорите, что мы вместе только из-за ребенка, допустим, да, то это наносит травму ребенку на самом деле, потому что ребенок смотрит и понимает, мама несчастлива, папа несчастлив, потому что есть я. То есть, ну, зачем это? Если вы говорите, если бы ребенка вот у нас не было, то бы мы развелись, блин, разводитесь. И я думаю, что будут, но я не думаю, что... Я думаю, что много семей окрепнут из-за этого карантина, я уверен. Для этого, собственно, и наш там с женой канал существует, да, чтобы... Как это все сделать так, чтобы в свой плюс? Ну, вот смотрите, а если все-таки намечается конфликт, ну, вот, например, один человек осознанный, он, да, понимает, что вот надо работать над собой, надо работать над своими ошибками, а второй человек вообще этого не понимает, никак не придерживается. И вот, начинается конфликт. Как успокоить вторую половинку и как вот посадить? Да, давайте, ну, скорее всего, это будет женщина осознанная в наших... Ну, реально, да, даже у меня так было. Нет, женщина осознанная достаточно в этом. Мужчина, он вот идет, у него идет, он за этим идет. У нас пример с женой такой был. Мы в ссору, у нас перерастает в ссору, перепалка. Что она делает? Она делает гениальные вещи, она начинает просто танцевать. А просто начала танцевать. То есть выбиваешь из ритма такого, да? Просто, да, ты не поймешь, что делать в этот момент. Я, я не... Я начал ржать просто. А ссора была серьезная, реально. И мы периодически начали использовать эту штуку. Просто берешь, то есть ссора, 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 ты резко, хоп, куда-нибудь ушел, ты сделал. Ага, то есть делаешь что-то необычное. Да, называется маятники, да, вот эта штука. То есть она тебе бросила, ты схватил эту фразу, ей там цепляется за эмоции, гормоны поперли, да, кортизол. Ты в этот момент просто делаешь, что ты обрезаешь, резко обрезаешь, и что-то делаешь. Я не знаю, ну, глупо там сделать, да, там помочиться на ковер, конечно. Но что-нибудь из ряда вон можно сделать. Ну, просто начать ей массаж делать ног в этот момент, да. Ругаться, и при ней ты подходишь такой к жене, начинаешь ей ноги массажировать. И там, ну, классно. Так, а если вот, ну, прямо уже заело человека, и вот это не срабатывает. То есть как бы ты станцевал, он говорит, так, подожди, хорошо, танцы будут потом, давай мы разберемся с нашей проблемой. Или там просто давай ты меня дослушай, что-нибудь, что-то, если... Тогда надо идти в это. Тогда надо идти. В конфликт идти. Ну, надо идти в конфликт, и там, видимо, не просто так он зарождается, там есть что-то. Какое-то зерно. И надо понять, так, что ты сейчас хочешь мне донести? Я тебя не понимаю. Ну, то есть за скобки эмоций. Очень важно понять, что... То есть на крик не срываться, вот на вот это вот сейчас, да-да-да. Ну, если ты сорвался, да, то есть можно понять, что... Надо за скобки этого брать. Эмоции по-любому есть. Эмоции будут, и нормально. Нужно не кричать друг другу, мне твой тон не нравится, вот на это не переходить, да. Потому что надо понять, что сейчас вот в тоне, вот в этом, общаемся не мы сердце к сердцу. Общаются наши стратегии родовые, наши родители общаются, модели, которые у нас в голове. Это они там друг друга ругают, это не мы. Мы друг друга любим. Ну, действительно, куда мы идем? Мы в какую цель идем? В сердце. Тогда мы так бы не общались. Значит, не мы общаемся, логично. Это за скобки выводить и выводить, ну что ты мне хочешь все-таки, что тебя здесь не устраивает? В чем зерно? Да, давай искать где-то соприкосновение. Это что, великое. Да, а можно, например, сказать, что давай сейчас не будем, а потом? То есть не сейчас решать одномоментно конфликта перенести? После карантина давай решать, да? Ну да, чтобы я, если что... Прямо выйти из комнаты, сказать, что все, не сейчас и выйти из комнаты. Да, мы так делаем, кстати. Да, давай вот не сейчас. У меня все, Маша начала делать, жена, да? Я у нее учусь. Она говорит, так, давай вот не сейчас, у меня сейчас не то состояние, чтобы... Давай, ну как бы, позже отложим. И я говорю, толку, то есть тебе дают ценность. То есть то, чем ты хотел тут возмутиться, дали ценность и сказали, я вижу, что это важно. Давай, пожалуйста, позже. То есть не давай это закроем, да, а вот именно, что мы давай это проговорим чуть попозже, когда там... Не обесценить, да? Типа, да, да, да. Типа, да, это... Че ты тут... Нет, блин, я вижу, что это важно. Но я сейчас в туалете, извини, давай мы попозже как-то это сделаем, да? Ну, ты готова. Да, ну, у нас сегодня, кстати, огромное... Спасибо, Андрей, за то, что ты такой ликбез, что нужно сделать, да, как не поругаться. Дело сложное, но нужно этим заниматься, да, разбираться. У нас сегодня проходит интерактив, нужен ли карантин, и вот у нас такой вопрос. А как вы считаете, нужен карантин прям вот совсем? Да, я проголосовал. А, вы уже проголосовали? Я пока сидел в студии и ждал, я проголосовал. Конечно, нужен. Почему? Очень просто. Неизвестное что-то пришло, и кто-то с этим уже как-то справился. На примере Китая вчера, официальная информация, вчера в Китае всего один зараженный. Тридцать прилетели из них с коронавируса, один внутри страны. В Китае, представляете? Ну, да. Ну, то есть они, ну, хочется сказать, победили, да. Ну, то есть победили пандемию, скажем так, да. Поэтому я считаю, можно изолировать не для того, чтобы пик распределить по времени. Ну, да, 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 вот к чему и призывают нас. Маски в том числе, я в маски сюда пришел. И тоже это важно, да, чтобы лицо свое не трогать, чтобы не распространять. Ну, вот как можно, если есть и говорят специалисты, делайте, блин, мы не специалисты в этом, я следую этому. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо, Валерия. Ну, я так понимаю, Андрей, вам еще есть чем заняться на карантине, можно вас поздравить. Да, да. Можно поздравить с рождением. 11 дней сегодня, дочки. Да, с рождением дочки, да. Так что поздравляем. Поздравляем, точно есть чем заняться. Счастья новому жителю планеты. Да, Андрей Шайнер сегодня был у нас в гостях, бизнесмен-эксперт в области отношений. Спасибо еще раз огромное.